Папа уже давно давай В 1553 году, если я не ошибаюсь, была захвачена Казань Московские войска разрушили стену, зашли и убили защитников А главу государства, тогдашнего хана, увезли в Москву И вот я думаю, почему так долго это сохраняется состояние? Все-таки покорены другим народом Народом с другой культурой, с другим языком Очень различным, даже не индоевропейским языком То есть славянский язык индоевропейский, у русских, а у татар тюркский язык И почему так долго, и почему татары так легко приняли вот эту аннексию Аннексию этих территорий И ответ очень прост, ну он сложен, но прост Я понял его, когда посетил музей здесь, в Казани, в Кремле Это музей Казанского ханства У татар, так же как у насквечений, есть хан И у них есть определенная иракия, в которой есть главный хозяин И татары привыкли к хану, они привыкли к хозяину Когда один хозяин изменился на другой, татары немного повозмущались Но увидели, что это такое же ханство, как у них и было Только теперь хан сидит не в Кремле, в Казани, а сидит в Кремле, в Москве И я думаю, вот именно это и мерит, примеряет то, что татарский народ Сегодня находится в положении, ну как бы сказать, есть русская пословица Незваный гость хуже татарина То есть татары находятся не на высшей ступени вот этой социальной иерархии Они не являются государствообразующим народом, а являются народом подножным, так говоря, можно сказать Но он сохраняет это положение, ему это сподобуется Почему? Потому что здесь есть ханы Вот один из них, этот хан, который проживает в этом Они меняются, эти ханы, но один из них проживает в этом дворце Его охраняют его туины, его охранники И так будет до тех пор, пока народ будет соглашаться А может, это и к лучшему, потому что у них есть всегда верховный правитель Который показывает им пальцем, что делится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok